Что я знаю, что здесь много слушателей пришли на наши рассылки. На всякий случай, если кто-то узнает, что торговый эксплуат – это торговый сервис, в районе торговли, там есть средства для работы с точки на продаж и с торговым самым при включении торгов в магазин. То есть практически он дает вам возможность работать в вашем магазине в зависимости от родницы, опыты или интернет-торговые. Соответственно, мой склад в таком обык объединяет различные каналы продаж, различные сервисы, различные битвии. По структуре я сначала поговорю о том, что меняется в программном обеспечении. С точки зрения новых одной касс, после этого я покажу, каким образом это мой склад для реализованного, поддержка новых возможностей. После этого расскажу о том, с какими проблемами уже сталкиваются могут реальные пользователи, которые на одной кассе пришли. Было сразу такой вопрос, я не сначала здесь присутствую, может быть, уже кто-то спрашивал в предыдущих докладах. У кого-то уже есть подключенный работающий адвокат касс? Видите, пожалуйста, сколько? Не одного человека. А у кого-то есть? А, один человек. А у кого-то есть купленная адвокат касса новая, ну просто еще какая-то не подключенная. Так, еще, еще другое. Вот. Ну, давайте посмотрим, что меняется. Именно с точки зрения софта. Почему, если вы не пользуетесь никаким кругом программного обеспечения, для того, чтобы работать с кассами, почему, ну, скорее всего, придется что-то использовать? А если что-то использовали, то это можно будет обновить. Ну, во-первых, естественно, то, что новые модели фискальных регистраторов появились, у них меняются интерфейсы, при котором они, эти кассы общаются, в дуэнодействии с компьютером, поэтому, если какой-то софт у вас в кругу, то, скорее всего, он потребует обновления. Это первое. А второе, естественно, важно то, что в чеке появляются новые данные обязательные, это сумма по позициям, это наименование отдельных товаров. Соответственно, тоже нужно, чтобы кассы, которые вы используете, поддерживали, во-первых, а во-вторых, ну, практически уже становится очень сложно работать с, так называемыми, автономными кассами, где наши суммы могут ломать и чек-то печатать. То сейчас это уже практически невозможно. И это, наверное, основная причина, почему теперь фактически обязательно нужно кассой управлять при помощи какого-то программного обеспечения. С компьютера, с планшета, неважно. Поскольку мы теперь не можем просто и круглую сумму на чеке набрать и отпечатать этот чек, там появляется куча всяких разных данных. Практически уже невозможно это делать вот на какой-то автономной кассе с собственной клавиатурой. У нас получается такая модель, когда касса всегда подключается с компьютера и с компьютера ее отправляются. Следующее. Это появляются новые виды фискальных документов. Дальше о них немножко подробнее проговорим. И последнее. Это то, что как раз обсуждали очень активно в перерыве. Это то, что появляется необходимость отправлять электронные чеки на их телефон купателя при продаже. Давайте начнем с новых фискальных документов. Ну вот первое и очень важное, чего я хочу сказать, обратите внимание, где написано, то есть такое понятие формат фискальных документов ВВР. Вот сейчас действует. Формат фискальных документов версии 1.0. Немного пуще вы поймете. Да, формат фискальных документов, ну это такой документ, сам по себе, да, который налоговая подготовила, который отписывает, какие есть виды фискальных документов, то виды чеков, да, и какая информация их должна быть. История вопроса такая, что когда подготовился, в прошлом году еще переход на Анахаса, налоговая подготовила спецификацию требований к этому формату, назвала ЭКО 1.0, но уже очень быстро стало понятно, что данных там недостаточно. Вот. И сразу начали делать следующую версию, сейчас готовится версия 1.1, но я вот про нее вообще не буду говорить, потому что она пока еще как бы, ну, не запущена, да. Вот сейчас все эти чеки и вся кассовая техника, которая включена в реестры в ФРНС, она поддерживает формат фискальных документов версии 1.0. Ну, просто чтобы было интересно, там можно помнить, что скоро будет переходить формат фискальных документов 1.1. тоже надо будет в кассах обновлять и прошить, где нужно будет обновлять программное обеспечение, но пока давайте об этом не думать, иначе мы все в голову запьем и окончательно запомнимся. Соответственно, формат фискальных документов 1.0, то, что работает сейчас, 5 фискальных документов. Это, собственно, отчет об открытии, закрытии смены. Это отчет о текущей стадии расчетов, который означает абсолютно не то, что вы можете подумать. Это кассовый чек в четырех разных вариантах. И это кассовый чек коррекции. То есть вот это вот 5 документов, которые печатают, оформляют кассы, которые оформляют цифры МЭС через ОЭП, и которые, даже кассовая программа, должна иметь оформлять. Сейчас по всем подробнее пройдемся. Ну, во-первых, естественно, кассовый чек – основной документ. Что здесь интересного? Уже, наверное, рассказывали о том, как изменился состав обязательных болей. в кассовом чеке. Говорили о том, что теперь обязательно появлялись мгновение товара, вставим в статике МДС. Если вы отправили чек в электронном виде, то, соответственно, номер телефона или МЭЛ покупателя, куда вы это отправили. Ну, наверное, может быть самое важное, это то, что должны присутствовать суммы цены и суммы по позициям, по отдельным позициям после применения всех скидок и на цену. Ну, и присутствует QR-код, вот по QR-коду, кстати, проще всего отличить, если вы просто приходите в какой-то магазин и что-то покупаете, вам дают чек, проще по QR-коду определить, там, старая касса или уже новая. Ну, если это не алкоголь, да, потому что это QR-код очень похож на код Егориз. Вот очень хорошо, вот просто, когда смотришь на чеке, очень хорошо видно, что даже из крупных сетей далеко не все, меньшая часть пока перешла использована на данный касс. Ну, про более мелких торговцев даже можно и не говорить, там практически никто. Что здесь важно? Ну, во-первых, часто возникает такой вопрос, каким должно быть именование товаров. Ну, это никак не рекомендируется, потому что нету каких-то коллег-применей в ВНС или какого-то стандартного классификатора. То есть, ну, пока руководствуемся здравым смыслом. Полным именованием товаров есть освобождение. ИП на упрощенке, на умененке и на патенте они имеют право на право эти именования товаров в 2021 году не печатать. Ну, на самом деле, я думаю, честно говоря, что это такое не очень существенное освобождение, потому что, да, ИП и ИВД могут в 2021 году печатать чеки. Там есть позиция 1, позиция 2, позиция 3. Но это, наверное, не сильно что-то меняет, потому что все равно должны присутствовать по позициям цены, суммы, ставки МВС и так далее. То есть, все равно как бы состав чека меняется. И, что важно, наверное, самое основное, это то, что итог по чеку должен совпадать с суммой по позиции. Ну, наверно, там есть определенное разрешение округлять до рублей. То есть, вот, если вы взяли чек, у вас там несколько позиций, например, вы продали там телефон, вы продали чехол для телефона и вы еще в чек включили услуги доставки. После того, как просуммировали отдельные позиции, то есть, телефон, например, стоил в 10 тысяч рублей, чехол стоил в 500 рублей и доставка еще в 30 рублей. Вот то, что получилось, у вас должно совпасть с торговой суммой по всему чеку. Ну, вот, ФНС ОФД в требовании чеков, в требовании ПРФД разрешает, чтобы максимально сумма отдельных позиций расходилась с суммой торговой чеков, максимально она должна расходиться не больше, чем на рубль. То есть, в принципе, можно округлять по рублей, но не более того. И вот это показывает, что он является самой большой проблемой для тех магазинов, у которых уже был внедрен, использовался какой-то софт для автоматизации, если использовали скидки. Потому что самая большая проблема это со скидкой на чек. В нашем примере продали телефон-чехол услугу достатки и потом на все это дали скидку в 50 рублей. Раньше можно было просто вычистить 50 рублей из общей суммы чека. Ну, и этот чек напечатал, и все было хорошо. Сейчас это уже не работает. То есть, нам эту скидку, которую мы даем на чек, необходимо размазать по отдельным позициям, чтобы у нас телефон уже стоил не 10 тысяч рублей, а 9 тысяч 970. Знаете, как часть из этой скидки мы можем повесить на ставку, но на самом деле здесь, опять же, это совершенно никак не ароментируется. Главное это то, что вот сейчас скидки в виде суммы на чек или какой-то процент, процента от суммы на чек они уже фактически не работают. Необходимо скидки размазывать по отдельным позициям. Вот. Ну, QR-код можно там в App Store или Google Play скачать приложение Freemex. Чего еще важно, то, что этот QR-код он не является адресом. Он не является каким-то адресом, он говорил, который можно обычно QR-кодом прочитать и открыть сайта. То есть, это зашифрованные основные данные именно по чеку, то есть, не адрес, который мы можем перейти. Соответственно, для того, чтобы эти QR-коды использовать, нам нужно скачать и установить именно приложение Freemex. обычные QR-кодридеры работать не будут. Ну, то, что обсуждалось, каким образом отправляются электронные чек покупателю, ну, вот сейчас на практике, наверное, удобнее всего использовать RFD, то есть, RFD там большинство или все эту функцию поддерживают, то есть, все, что нужно, это ввести данные по телефону мобильному или по e-mail покупателю и эти данные включить в чек, они уже выезжают в RFD и дальше уже грамматор в RFD заключается в том, чтобы этот электронный чек был доставлен. У нас в магазинах это, естественно, еще проще, потому что в заказе всегда присутствует либо телефон, либо e-mail покупателя. Такой на практике довольно часто возникающий вопрос, а что делать, да, есть штраф, да, 10 тысяч рублей за то, что если вы должны были вас попросили отправить электронный чек, вы этого не сделали, штраф 10 тысяч рублей. Ну, соответственно, довольно часто возникает вопрос, а что делать, вот если через месяц ко мне пришли, вернуться покупателю и сказал, а вот я на самом деле хочу электронный чек, почему-то мне его не отправил, давай отправим. Ну, здесь в законе совершенно четко написано, что покупатель должен сообщить об этом, перед осуществлением расчета. То есть, если он уже расплатился наличными деньгами или при помощи карты, все, и перед этим вас не предупредил, а потому что он хочет электронный чек, то уже все в поиск ушел, вы свои обязанности полностью выполнили. кроме того, возникает часто вопрос, каким образом я могу проверить, что он действительно этот чек в электронном виде получил. Но на самом деле, вот вам, как продавцам, как ритейлерам, нет необходимости это проверять, потому что в законе написано, что у продавца есть обязанность отправить чек, но нет обязанности доставить чек. То есть у вас не могут наштабовать за то, что у вас неправильно продавали мэнда и телефон, и в результате этот чек не получил. Такого быть не может. Соответственно, вы посмотрели на кассовый чек, то есть кассовый чек фискальный документ, который оформляется при совершении каждой продажи. А следующие два документа открытия и закрытия смены, здесь в принципе меняется немного по сравнению с тем, что у нас было раньше, смена не может продолжаться больше 24 часов, фискальный регистратор просто запретит фитировать новые продажи, если смена превысила 24 часа. Ну, понятно, в начале смены открываем, а в конце смены закрываем. Меняется Z-отчет и вообще, наверное, вот с этими сменами самое интересное, что изменилось, это то, что из обязательных информации, которая в этих чехах в документах открытия и закрытия смены присутствует, исчезли данные продажи совсем. У нас обменяется этот отчет, в котором было состояние расчета, наличные, безналичные. У нас остаются такие чеки, если вы их присмотрите, сюда в один ничего не сказано и совершенно нормально. Это вот как раз соответствует, помните, я говорил, формат фискальных документов версии 1.0. Но Файнерс уже, в общем, поняла, что получается какая-то ерунда. Практически невозможно контролировать наличные деньги на точке продажи с такими чеками. И поэтому как раз это одна из причин, почему уже готовится формат фискальных документов 1.1. А где информация в бодингах появится? Но пока вот так. То есть какие-то из производителей кассовой техники они оставили возможность печатать за этот отчет. Просто может быть для нас сами, для продавцов, чтобы мы могли посмотреть, что вообще произошло за смену. Но в принципе если вы увидите такой чек, а закрыть есть смены и там ничего нет про деньги, то это совершенно нормально. Это действительно требуем нового закона. Это не то, что какая-то ошибка. Ну, соответственно, вот еще раз, Z-отчет, он может остаться, ваш фискальный регистратор может по-прежнему печатать Z-отчеты, но это просто бумажка вот в новых реалиях, которая теперь абсолютно ничего, ни о чем не говорит, она абсолютно не требуется. Ну и кроме того, что хорошо, это то, что если вы используете одна кассу, у вас пропадают все эти дурацкие бумажные документы. КМ1, КМ9, журнал операционисты, кассира, но поскольку все переходит в электронный вид, все все равно передается в ВВД и затем налоговую, все эти дурацкие бумажки становятся ненужными. Это один из таких положительных моментов, это реформ. Вот, дальше, отчет о текущем состоянии расчета. Ну, чтобы было удобнее, отчет о текущем состоянии расчета, ничего не говорит другие про деньги. И, опять же, единственная как размысленная цифра, которая в нем есть, это количество фискальных документов, которые не были переданы в ВВД и хранятся записанными в памяти фискального накопителя. Он тоже будет ширяться, вот в следующей версии, в формате фискальных данных, для того, чтобы просто можно было посмотреть, а что же сейчас должно быть в кассе, сколько денег, сколько наличности должно быть на точке продаж. Кстати, что интересно, отчет о текущем состоянии расчета, это один из фискальных документов. Это означает то, что он тоже передается в ВВД. Соответственно, если вы кнопочку нажимаете в драйвере фискального регистратора, у вас отсутствует подключение в ВВД, у вас, например, показано, что там 155 документов не передано в ВВД. Нажимаете кнопочку, чтобы посмотреть эту цифру, печатается отчет, а следующий отчет вам уже скажет 156, потому что каждый такой отчет на текущем состоянии расчета тоже должен быть передан в ВВД. вы будете эти отчеты видеть в своем личном кабинете. Про возвраты. Что здесь меняется? Возвраты, на мой взгляд, привели к человеческому виду, потому что исчезает всякое деление возвраты не в смену, возвраты не в смену, есть просто возвраты. Это совершенно нормальный кассовый чек. то есть теперь просто возврат это не отдельный фискальный документ, у нас просто есть такой фискальный документ под названием кассовый чек. И в кассовом чеке есть такое поле под названием признак расчета. Вот их сейчас всего 4. Это приход, возврат и возврат расхода. Приход вы что-то продали, получили деньги, возврат прихода это вам что-то обратно принесли и вы соответственно выдавить деньги из кассы оформили возврат. Мы иногда еще спрашиваем а что такое расход? Возврат расхода наверное если деятельность связана с тем что вы выдаёте деньги народу величественным лицам не знаю бутылки принимаете принесли сдали бутылку вы выдали деньги в расходе а если бутылку возвращаете обратно берёте деньги возврат расхода но проект нам знать скорее всего не нужно нам важно то что чеки бывают кассовые чеки бывают двух видов приход продали возврат приходы это проведение возврата ну то есть и теперь соответственно исчезает как я сказал все деления возврата смены возвратную смену чётко теперь прописано что возврат мы просто фиксируем при помощи вот такого фискального документа как чек возврата это кассовый чек с признаком расчёта возврата приходы и теперь возврата можно делать абсолютно с любой торговой точкой с любой кассы которая принадлежит естественному любвицу которая когда-то сделала продаж здесь на мой взгляд привели этот процесс к более понятному и удобному виду следующий искательный документ такой наверное самый непонятный называется кассовый чек коррекции вот для чего нужно если вы знаете что что пошло не так у вас отзывалась непроведенная по кассе выручка какую-то ошибку начали какое-то время не знаю касса отключилась проводили все-таки продажи накопилась какая-то выручка вы это можете учесть при помощи кассового чека коррекции ну и второй вариант это если файлес проводит проверку выявляет какие-то расхождения и соответственно сотрудник файлес может вам выписать подписание скорректировать выручку в сторону увеличения в сторону увеличения МДС может корректироваться при помощи кассового чека коррекции в этих кучах ну таких относительно экзотических оформляется кассовый чек коррекции а дальше теперь давайте посмотрим отдельно про интернет-магазины вот каким способом можно работать с интернет-магазином вот я думаю про интернет-кассы это уже рассказывали что меняется законодательство поэтому здесь не буду особенно углубляться давайте уже посмотрим просто там практически варианты работы ну первый вариант работает наверное подходит для магазинов поменьше у которых не очень большой скажем так поток оплата онлайн идет это использовать обычную такую онлайн-кассу в оффлайн-режиме то есть касса в том случае должна быть новой она как раз естественно да но в принципе если у вас не слишком большой если у вас есть ПВЗ то есть вам все равно требуется такая вот касса для для оффлайн-режиме продаж если у вас не очень большой оплат на сайте то вы можете подключить такую оффлайн-режиме мы выпускаем поддержку соответственно отлично закрывается сценарий работы ПВЗ поскольку у вас ПВЗ работает с этой кассой ну и заодно отправляют электронные чеки при необходимости по прошедшим онлайн-оплатам соответственно есть сайт с сайта приезжают заказы по оплатам оформляются оформляются чеки в обычных рискованных регистратор и дальше чек в электронном виде через УФД просто отправляется в купатель если у вас такой более более серьезный поток анагогатяжей ну уже безусловно имеет смысл использовать онлайн-кассу про Атоловский сервис Атолов-онлайн уже рассказывали наверное да, сегодня но здесь в принципе все хорошо в CMS подключаете этот сервис это удобно это надежно это надежнее сразу скажу чем вот такое решение когда у вас через такая флаговая касса используется также для фондрования отправки электронных чеков это надежнее здесь наверное единственный единственный вопрос он связан с ценой то есть там стоимость будет наверное дополнительно порядка 50 тысяч рублей в год и в любом случае если у вас есть ОСЗ где нужна где нужна обычная касса вам придется поддерживать две кассы работать с ними параллельно ну и третий вариант просто обручить аналит движение принимать деньги через курьерские службы через аутсорс пункты выдачи заказов опять же для небольшого украинга возможно это оптимальное решение чтобы со всем этим не связываться просто заутсорсить на компании которые непосредственно этим занимаются вот чуть покажу как работает наше решение у нас есть такое рабочее место кассира ну как раз адаптирован для того чтобы оно поддерживало 54 КЗ поддерживало новые рискальники оно работает так же из интернета работает из граузера и соответственно как на практике это выглядит вот здесь бэк-офис в котором работает руководитель в котором работают менеджеры по закупкам и они работают с мемиклитурой они заводят товары они указывают цены они указывают поставить мдс они работают со скидками запускают основные скидочные программы и все это автоматически приезжает в такой простейший интерфейс рабочего места кассира соответственно когда проводится чек там есть номинования там есть цены там есть мдс ну там собственно есть все что необходимо для все 4 КЗ здесь основной акцент на том чтобы для кассира для продавца все было максимально просто чтобы максимально исключить возможность ошибок но отправка электронного чека когда кассир продавец оформляет продажу выбирает стосов плат и у него есть возможность внизу указать либо имейл или телефон эти данные передаются в АФД и уступиваются в АФД уже в электронном виде в электронный чек выезжают покупатели вот и сейчас мы заканчиваем может быть завтра даже выпустим просто начать следующей неделе это работа пункта выдачи заказов и соответственно работа с отправкой электронных чеков по онлайн оплате то есть в чем заключается идея вот есть рабочее место кассира к нему подключен обычный фискальный регистратор и не интернет-касса новая интернет-касса но это не специализированная интернет-касса и есть список заказов если это ПВЗ приезжает покупатель за заказом ему просто печатается чек по этому заказу оформляется отгрузка ну и соответственно если приходят сообщения от платежной системы что заказ оплачен то сотрудник менеджер интернет-магазина просто оформляет продажу точно так же по этому заказу и выезжают электронные чеки это все уже работает несколько месяцев пользователи столкнулись такие пилотные которые регулируют на локасы с несколькими такими практическими вопросами я и здесь постарался перечислить что бывает первое это то что теперь нужно настраивать соединение с интернетом и соединение с вв не только компьютера который управляет кассой но еще непосредственно самой кассой да вот самые популярные модели они используют интернет-соединение вот через компьютер к которому они подключены и далеко не всегда это бывает просто честно говоря но зависит от модели зависит может быть от конкретного уфд где-то более понятные инструкции где-то менее понятные инструкции но честно говоря вот с некоторыми такими сочетаниями мы в свое время довольно много получились вот хотя эти компании просьбы должны быть в этом разбираться но тем не менее не всегда это будет просто это первое второе тут уже достаточно неприятная ситуация с которой некоторые пользователи столкнулись это то что ситуация когда настроили подключили фискальный регистратор ПВФД дискаризировали зарегистрировали фискальный накопитель потом в какой-то момент что-то отворилось а пользователь не контролировал что у него чеки отбитые на кассе они действительно появляются в личном кабинете УФД несмотря на отчет о состоянии расчета и что происходит ну вот уже обсуждали что онлайн-кассы могут работать в офлайне до 30 дней а потом проходит 30 дней фискальный капитал говорит что извини у меня лежат за 30 дней чеки неотправленные я новые чеки уже сейчас не буду соответственно выглядит это так что касса работает 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 а потом в какой-то момент просто чеки перестает печать просто потому что самый старый чек ему уже 30 дней он лежит в памяти фискального капителя 30 дней он был неотправлен он приходится срочно настраивать потому что соединение с ОФД потому что иначе вот эту проблему обойти никакого способа нет нужно отправить старую чеки это может произойти внезапно соответственно из этого вывод очень простой нужно периодически смотреть потому что чеки у вас действительно появляются в личном кабинете ОФД следующий момент с которым пользователи сталкиваются это я говорю про то что меняется работа с возвратами возвраты не в смену разрешены ну и что происходит делается возвраты в смену не из смены не было занесено зафиксировано в фискальном администраторе то что занесли деньги на размер и когда приходит покупатель ему делается возврат не знаю телефон за 10 тысяч продавец например просто вынимает из своего кармана пытается пробить чек а в скале администратор говорит извини а по моим данным у меня денег наличных нет у меня даром сейчас 5000 рублей и он просто этот чек не печатает вот с этим мы уже сталкиваемся соответственно такие ситуации надо просто делать внесение денег фиксировать внесение денег на размер ну и последнее я говорил о том что не все скидки теперь работают вот с чем это связано еще раз когда мы в чеке у нас появились отдельные позиции в каждой позиции присутствует во-первых цена и во-вторых присутствует итоговая сумма но теперь представьте что мы продали 1000 скрепок по здесь неправильно написано по 1 копейке мы продали 1000 скрепок по 1 копейке в результате общая стоимость 10 рублей в нашей продаже и мы хотим на эту продажу от покупателей 1000 скрепок это много дать скидку 2 рубля самое интересное что мы не можем сделать в принципе потому что в чеке должно быть написано вот скрепка на 1000 штук цена 1 копейка на 1000 10 рублей все хорошо вот как подадим скидку 2 рубля потому что цена не может быть не может быть огромных копейки 2 чека скорее всего либо 2 чека либо что еще можно делать можно например продать 800 скрепок в копейке и еще 200 скрепок продать по любой цене в любом случае получаются такие не очень красивые решения то есть наверное проще всего просто принять то что теперь без каких-то извращений не все скидки можно применять в копейке то есть некоторые скидки они в принципе теперь уже невозможны по блюда может быть не очень красиво да совершенно верно можно создать коробку скрепок согласен и продавать ее за 8 рублей но в любом случае нам придется включать мозг и придумать какие-то сценарии раньше этого не приходилось делать но соответственно я просто хочу вас предупредить что сейчас возможно придется но с другой стороны если мы продаем что-то за 10 тысяч рублей даем скидку 10 рублей вот с такими нормальными сценариями никаких проблем конечно не будет вот так наверное все что я хотел рассказать если вас заинтересовало то что я показывал по моему складу если вам это нужно регистрируйтесь в группном аккаунте у нас кстати на 12 марта еще работает такая акция вот подписка на ОФД бесплатно первый ОФД подписку течет бесплатно мы узнаем вот поэтому регистрируйтесь обязательно оставляйте свой реальный телефон в этом случае с вами завернется консультант и постарается вам объяснить как работа в моем складе как мой склад расстроить уже именно на ваш бизнес так есть много времени на вопросы если у вас нет адреса то у вас будет указано что чеки что у вас нет адреса здесь абсолютно ничего не 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 а локовый старт адрес по позиции присутствовать для вас не будет какой-либо большой проблем фуаркод печатает сам эффект плиток или надо довольно смотрим да фуаркод печатает касс касс да то есть ну здесь фактически это одна из причин по которой некоторые касс нельзя модернизировать покупать новые некоторые старые касс просто паркод не уйдет участок а вопрос с какими цемисками инкрируется мой склад мы интегрируемся с основными коммерческими которые у нас на российском рынке присутствуют опыта консорциалов к сожалению столько много что мы не могли все эти продукты охватить для многих есть разработки которые сторонние разработчики сделаны и с тот именем можно просто поискать возможно модуль уже есть мы мы сами не планируем то есть я бы вам посоветовал поискать может быть уже есть я знаю что в проекте рудженто например в мадженто есть но есть оконсорционный движок мадженто я знаю что есть такой проект рудженто там плантное расширение от рудженто точно он универска прислали он для ауникар тоже есть так вопрос про пуларку который печатается на чеке это просто не зашифрованы основные данные которые на чеке присутствуют нет это никак не связано смотрите на каждом бумажном чеке у вас присутствует пуларку где зашифрован фискальный признак сайт на которой был отправлен в электронном виде это чек ОФД и так д Photo сам человек в электронном виде всегда направляется в рудженто всегда когда когда человек отправляется в электронном виде да каким образом выглядит это ссылка на сайт ОФД сдана на этого чека просто ссылку вопрос Вопрос по возврату, но точная разница. То есть это, да, вооруженцы теперь по новому для всех работают. Слушайте, вот так решается вопрос интеграции в купли-контактные, например, ну, с большой нагрузкой, там, 4 тысячи заказов подлинных. Ну, вот такие нагрузки, то какого он онлайн может решить или еще какие-то? Вот есть бесшовные на выходе, у нас есть 4 тысячи эксамерных файлов в день. Куда их отдавать? Это бесшовный вариант. Да, я понял. Вопрос по крупным интернет-магазинам, тысячи заказов в сутки. Честно говоря, не могу вам сказать, потому что у нас все-таки сервисы для относительно небольших магазинов, там максимум несколько сотен в сутки. Не буду фантазировать, не знаю. А вот такой вопрос. Если у нас офлайн-магазин, и мы один раз с клиентом познакомились, мы как-то его выдали, например, когда вы досканировали, мы можем подхватывать данные в чек, например, e-mail, телефон, автоматом, досканировать? Да, можете. Через мой склад? Да, конечно. Я понял вопрос. Через мой склад можете, если у вас уже зарегистрирован, там покупатель. Кстати, я не сказал об этом. Вот эта отправка электронных чеков, в принципе, это очень плохой способ сбора клиентской базы для файл торговли. Потому что e-mail копятся, ну и, наверное, рассылки можно будет делать. И так далее. Есть 52 файл, да? Есть, персонал, да, есть. На самом деле, на самом деле, хороший вопрос, да, у него 152 файл, возможно, 54 файл в этом плане несколько противоречит 152 файл. Налоговые периодически об этом спрашивают, но они как-то так несколько туманно отвечают. Ну, возможно, да, возможно, нет, мы посмотрим. Вот, ну, согласен, да. Да, спасибо. Я думаю, презентация будет разослана. Наверное, по всем участвуем. Спасибо.